добрый день начинаем нашу рубрику распаковка и сегодня мы поговорим про тент тент это вообще лицо любой тентовой конструкции основа основ потому что именно первое что мы видим это тент первое с чего нужно начать это поговорить о производителях тента естественно большую роль у рынка занимают производители китая но китай китая рознь об этом чуть попозже также много производств в европе есть производители уже на российском рынке и производители беларуси но все отличаются качеством и естественный европа это как эталон качества современное оборудование высокая технология но и цена на этот тент самая высокая на рынке альтернатива это китай мы работаем с тентами произведенными в китае но это определенные производители потому что китай китаю рознь чем они отличаются оборудование европейская линия европейская но находится в китае за счет удешевления налогов и рабочей силы поэтому цена на такой тент конкурентно способна так как нашей компании скоро пять лет мы можем сказать что данный производитель а у нас всего два с кем мы работаем данные производители они за время эксплуатации показали себя хорошо то есть вот это все что вы видите это легко отмывается это грязь деревьев но сама текстура материала его качество несмотря перепады погодных условий ультрафиолета сохраняют свой первоначальный вид очень долго если за ним правильно ухаживать как можем убедиться то есть мы видим что это грязь которые легко смывается водой именно в наших конструкциях мы используем не просто тент потому что там бывают разные например козели тоже обтягивают тентами мы используем тент именно предназначены для так называемой тентовой архитектуры и он имеет категорию г-1 он не горючий не поддерживает пламя если тент поджечь и у таких тентов очень ограничен набор цветов широкий спектр таких цветов он производится в европе но в россию сейчас ввиду сложности логистики и дороговизны особенно с растущим курсом потому что все пересчитывается очень ограниченный спектр вводится буквально единицы рулонов какой-то широкой цветовой гаммы именно категория г-1 то что мы используем у наших производителей имеет рост новых оттенков это белый это бежевый но в двух вариантах воды есть такой более желтоватого цвета есть и бледно-бежевый и серый цветной тент по своей структуре представляет специальную сетку которая с двух сторон запаивается пвх составом почему называется пвх тент и для нашей архитектуры мы выбираем еще чтобы тент был обязательно с лаковым покрытием чтобы как раз грязь не скапливалась на нем максимально стекала по возможности и было легче потом в уходе есть там всякие примочки говорят что в состав добавлены всяким от плесени еще чего-то это все маркетинговые ходы потому что все равно любой тент подвержен погодным условиям воздействию и больше всего не страдают не от плесени если не в натянутом состоянии от ультрафиолета и если у вас очень солнечный регион то срок жизни и эксплуатации тента гораздо ниже чем вот такой средний или менее солнечной полосе то есть на севере где много солнца и на юге тент разрушается быстрее и срок эксплуатации здесь трудно предсказуем ну то среднем от 5 до 10 лет вот настолько большой разбег поговорим о второй составляющей тента это прозрачная пленка она также производится в различных регионах по миру это есть европа китай и япония но из европы она мега космических денег стоит ее чтобы быть конкурентоспособным никто не использует основном берут китай но опять же китай китай розни и составу пленок бывают разные то есть есть очень жесткие пленки которые приходят потом в негодность через примерно два сезона после эксплуатации есть вот мягкие пленки как у нас они с добавлением пластификатора чтобы быть эластичными зимой в холодных регионах и есть еще пленки с категории г-1 тоже не горючий как тент это вот например производит производитель из японии но они тоже стоят как бы x2 по ценнику по сравнению с другими пленками производители пленки наши тоже уже себя зарекомендовали мы работаем с этой пленкой уже три года и основная проблема вообще в любых пленках даже супер дорогих это то что они разрушаются под ультрафиолетом гораздо быстрее чем тент и они мутнеют желтеют у нас есть такие примеры наших клемпингов где заказчики не очень ухаживают за пленкой она помутнела это ничего не сделаешь ремонтировать кусками это нереально то есть если вы хотите заменить окно надо менять тент целиком нужно это учитывать поэтому ухаживать за тентами это обязательное правило сейчас мы как раз находимся в куполе который стоит уже полтора года и на его примере покажем насколько важно ухаживать и что мы имеем ввиду обратите внимание на прозрачную часть сейчас у нас февраль и так как зимой мыть купола непрактично ввиду минусовая температура то за время сезона с деревьев ну вообще из-за осадков на тенте скапливается пыль грязь и соответственно когда например тает снег или идет дождь на прозрачной части получаются вот такие разводы и это еще не вешайся разводы то есть если за тентом не ухаживать не мыть там год-два вообще к нему не прикасаться эта грязь начинает въедаться а на солнце летом например при жаркой температуре начинает как бы запекаться и запаиваться вовнутрь тента и вы потом его не отмоете поэтому сейчас можно увидеть что как бы это грязь не въевшиеся с улицы специально провели ну что было видно что это оставляет еще разводы и соответственно нужно ухаживать за тентом весной несколько раз летом и осень перед зимой и тогда ваш тент прослужит долго будет выглядеть чистым красивым и привлекать гостей много-много лет для понимания можно сравнить с окна в квартире в городской среде на окнах обязательно дорог всегда скапливается грязь то есть хозяйки всегда убирают окна два минимум два раза в год весной после зимы и осенью после лета здесь на природе грязи еще больше чем в городской среде потому что здесь были деревьев птички ветра сильные разносят пыль соответственно здесь уход должен быть еще более тщательным от материалов перейдем ко второй главной составляющей касательно тентов которые нужно учитывать при выборе производителя любых тентов конструкций это внешний вид тента и его натяжка это лицо непосредственно вашей конструкции любого вашего шатра от того насколько красиво четко натянут тент на конструкцию где все углы совпадают нет ни единой складочки тем более презентабельно впечатление от самого шатра в наших сферах любого размера что маленького как на этом примере что больших которые мы производим для банкетов мероприятия на 300 400 квадратов натяжка близко к идеальной то есть отсутствуют складочки какие-либо в том числе у юбок как правило у входов все швы совпадают с каркасом что немаловажно и все это создает впечатление презентабельности дороговизны конструкции мы на рынке видим примеры когда тенты сварены сшиты медиальных либо проблем раскроек и в расчетах либо кривые руки мастеров смотрится все это скомканно нечетко особенно если швы кривые в районе окна или окно плохо натянутая но такое скомканное то вид через него не четкий и все это сразу портит впечатление гостей от установлены вами конструкции поэтому обращайте на это внимание просите примеры произвели они из интернета их реальных работ и вам многое станет понятно также очень зависит внешний вид от того как сварены тент насколько четко то есть мы видели примеры когда например раскрой неровно соответственно ну волна мешок будет таким же либо оставляют если это ручной труд черточки от ручки которые потом расползаются их видно все это такие нюансы и мелочи которые вы не обсуждаете покупать конструктив а это важно это потом то что вы будете эксплуатировать не то что вы будете продавать к сожалению чаще всего натяжка тента страдает в районе дверей потому что именно здесь происходит вырезание тента соответственно здесь уже чтобы добиться идеального результата при натяжке нужно применять свои хитрости и методы и на рынке есть примеры производители которые этим не заморачиваются и соответственно потом у дверей все это выглядит очень очень не очень в нашем случае у нас есть своя отработанная методика монтажа так чтобы и в дверях тент получался практически идеально также у тента есть юбка которая закрывает подиум на котором стоит сама сфера от того как она рассчитана спроектирована и исполнена тоже выглядит внешний вид тента как она натянута и на это тоже нужно обращать внимание когда вы смотрите примеры других конструкций также в наших конструкциях мы делаем по окну вот такую дополнительную надбавку которая закрывает и балку и крепление утеплителя по контуру окна и все это в совокупности выглядит эстетически знаю что есть также примеры на рынке других производителей когда они вот этот шов оставляют и отсюда начинают окно и тогда при не совсем четко натяжке тента или посадки видно балки видно утеплитель это не влияет на как бы эксплуатацию это чисто такая эстетическая сторона вопроса но это важно также мы в тентах утепленных делаем по окну вот такую надбавку увеличенную потому что изнутри тоже по окну идет утеплитель то есть если здесь нет этой надбавки она была по самому полу то было бы видно утеплитель по внутреннему окну ну а кто то вообще не заморачиваться и по внутреннему окну тоже нет утеплителя что есть хорошо при эксплуатации зимой в чем секрет нашей идеальной натяжки кроме отличного раскроя какого-либо опытно мы используем специальные механизмы которые позволяют натягивать тент не ручным способом за веревки как у многих потому что ручным способом мы так тоже начинали и физически очень тяжело добиться идеального результата все таки люди не машины а мы используем сейчас механизмы специально которые мы отправляем в поставки с каждым шатром которые как раз позволяют за счет своего усилия 500 килограмм добиться такой натяжки и также мы сейчас переходим к тому что ввиду большого числа заказов мы не успеваем ездить физически на все монтажи и мы предоставляем подробную инструкцию по сборке шатра где в том числе описаны нюансы как самостоятельно натянуть пену так чтобы он смотрелся идеальным даже без присутствия наших специалистов и немаловажным фактором почему натяжка должна быть идеальной является именно окно только имея вот такую идеальную натяжку можно добиться прозрачности и нам даже иногда звонят и реально спрашивают а два ли у вас слоя натяжки пленки в зимних шатрах потому что натяжка важна не только для наружного тента но и для внутреннего окна тоже еще основным таким блоком хочу поговорить об нашем опыте и различных факапах касательно тента мы столкнулись с тем что видели примеры когда тент у других конструкций был видимо сшит либо сварен чуть больше чем сам каркас и от этого он выглядел мятым ненатянутым и нам даже звонили спрашивали совета а расправится ли это если тент велик мед не расправится то есть не хватает натяжки чтобы какое-либо воздействие физическое привело к тому чтобы складки растянулись если после производства тент или внутреннее окно находится в сложном состоянии какое-то время например едет далеко несколько месяцев до Камчатки или просто вы не сразу смонтировали а какое-то время хранили то тент как и например любая одежда если долго лежит надслеживается и не появляются складочки и тут не надо паниковать потому что когда вы натянули он у вас не сразу станет таким идеальным как на видео ему нужно время чтобы под физическим воздействием подрастянулся и плюс еще хорошее солнце чтобы тент нагрелся и немножко под расплавился принял свою форму но если опять же из опыта мы столкнулись с тем что если хранить очень долго то есть больше полугода и даже год у нас есть заказчики которые не монтировали свою конструкцию то с тентом в принципе ничего не случится но складки будут уже настолько глубокими что они не расправятся если на непрозрачной части это не так заметно то больше всего страдает именно пленка она сжимается и за счет складок получается потом искажение вида и к сожалению это уже не исправишь поэтому учитывайте тот момент что хранить тент больше года мы вообще не рекомендуем еще один такой момент о котором мы не упоминали но он само собой разумеющийся это то что швы помимо красоты эстетической они должны быть проварены настолько хорошо чтобы не допускать протекания осадков внутрь шатра и для того чтобы осадки стекали и не забивались именно даже нахлёст элементов тента друг на друга то есть верхний слой должен находить на нижний чтобы осадки спокойно стекали дальше если вдруг у вас в конструктиве нижний элемент наварен на верхний то со временем вероятность протечек будет только увеличиваться подытожим наш первый выпуск распаковки касательно тентов многие сравнивают тенты только исходя из того от чего производство тенты это нелогично потому что весь рынок работает либо на Европе либо на Китае у всех примерно одинаковое качество конечно мы не говорим про производителей российских тентов либо белорусских потому что их качество наставляет желать лучшего и мы один раз имели опыт работы с российским тентом и через полгода швы разошлись именно потому что текстура тента отошла от сетки поэтому все производители куполов находятся примерно здесь на одном уровне а выбирать надо именно по натяжке по качеству исполнения швов и по опыту компании и примерах работ где вы точно убедитесь что у вас не будет потом проблем с эксплуатацией удачного выбора а а Продолжение следует...